Благодарю вас. В следующем выступает сеть «За свободу слов» в Центральной Азии и Закавказье, затем Молдова. Благодарю вас. Я всех попрошу представляться, потому что мы не знаем здесь, каково. Председатель Центральной Азиатской и Южно-Кавказской сети «Свобода вражения». Я не готовил выступления, однако буду остановиться на некоторых моментах. Во-первых, здесь многие выступающие насчет Азербайджана как бы говорят с воздуха. Они исчерпывают информацию откуда-то из воздуха и говорят, что якобы Азербайджане такое-то происходит. Вот мой коллега Эмин Гусейнов говорит, якобы какой-то оппозиционный деятель сегодня или вчера умер где-то в полицейском управлении, но не уточняет он. Если не уточнена информация, почему распространяете, почему людей обманываете? Во-первых. Потом тут выступал один господин, который не назвался тоже. Сказал, что в Азербайджане банковские счета многих неправительственных организаций закрыты. Такого не было никогда и сейчас нет. Просто во время расследования у 10 организаций были заморожены банковские счета. Власти разрешили им открыть другие счета, чтобы вести расследование. Они могли воспользоваться другими счетами во время расследования. И сейчас эти замороженные все банковские счета открыты. Нет никакого банковского счета какой-то организации, который сейчас закрыт. И потом, я возвращаюсь к вопросу религиозной свободы. Тут опять один господин утром выступал, говорил насчет нардонавских событий. Он якобы выступает и защищает мусульмана Азербайджана. Во-первых, Азербайджан мусульманская страна. Там исламская религия преследованием не подлежит. Не может быть. Потому что больше 90% населения страны это мусульмане. Не исламская страна, а мусульманская страна. Потому что религия отлична от государства. Во-первых. Во-вторых, эти люди, которых арестовали в городе Нардаран, они же оружием в руках хотели установить в Азербайджане шариатский режим, как в Иране. Они это открыто заявляли, что в Азербайджане должно быть государство подобное иранскому. Если Западу, Европе, Америке, Соединенным Штатам не хватает Ирана, как головная боль, еще хотите Азербайджан рядом, пожалуйста, продолжайте защищать этих нардаранских, так называемых, исламистов. Они называют президента неверным. Когда этот президент, которого они называют неверным, недавно открыл в Баку, построили и открыл в Баку самую большую мечеть на Закавказье, где мусульмане суннитского и шиитского толка вместе совершают свои обряды. Этого нигде в мире не видно. Мусульмане. Одну неделю суннитский имам руководит этими обрядами, вторую неделю шиитский имам делает то же самое. То есть все мусульмане, как братья, вместе уступают. Потом, последний вопрос. Есть ли эти люди, которые защищают вот так называемых этих исламистов в Азербайджане, почему они умалкивают о деле Пегида? В Европе, по всей Европе, так называемые патриотические европейцы против исламизации Запада, такая организация существует, которая проводит митинги, куда собирают десятки тысяч людей, и они открыто вызывают выгнать всех мусульман из Европы. Почему эти защитники ислама, мусульман, об этом умалкивают? И потом, последний вопрос. Эта госпожа из Греции, Западной Тракии, выступает сегодня. Ни один выступающий реакцию не дает. Почему? Потому что Греция это Европа, потому что Греция это часть Европейского Союза. Поэтому можно умалкивать эти факты? Пожалуйста, забудьте о двойных стандартах. Будьте справедливы. Спасибо.